Адаптивная схема работы В этой сфере постоянно дизайнеры, даже проект менеджеры, люди, которые ведут проекты, допускают массу ошибок, связанных не столько с техникой работы, не столько с технологией, не столько с самим процессом, сколько с работой с заказчиком, с тем, как правильно, адекватно вообще подавать, продавать свою работу, как ее структурировать И как, в общем говоря, экономить свои средства и спасаться от того бешеного количества правок, которые приходят от заказчиков Итак, как люди привыкли работать раньше? И над сайтами, и над корпоративными стилями, логотипами, всякими там наборами визиточек, конвертиков, бланков, буклетов люди работали определенным образом У меня, кстати, вопрос к вам, ребята, скажите, пожалуйста, с сайтами из вас кто работает? Я так подозреваю, что все практически, да? Ну вот, а кто занимается чисто приложениями, вот только приложениями? А кто занимается еще и корпоративными стилями? Логотипированием Вот, видите, я смотрю, что работу с корпоративными стилями вы все-таки разграничиваете с работой над логотипами, да? То есть есть люди, которые, да, корпоративными стилями занимаются, делают весь набор там всех этих бумажек красивых, визуальной идентификации и т.д. и т.п. А кто-то делает только логотипы, допустим Скажите, кому интересно делать действительно только логотипы? Для компаний, для людей? Всего один человек, два человека Все? Ну еще есть я Хорошо, на самом деле логотип это не такая простая штука, и он привязан как раз ко всей корпоративной стилистике И сейчас мы эту тему тоже зацепим с вами Вот смотрите, как мы привыкли работать раньше С сайтами все происходило следующим образом И, к сожалению, происходит сейчас То, что я вам расскажу, не очень сильно относится к большим компаниям, которые работают с теми всеми вещами Относится скорее к маленьким студиям, к отдельным специалистам, к фрилансерам Либо к студиям, которые пытаются как-то работать, наследовать чьи-то методы работы, но наследуют их неправильно Очень часто в этом случае руководители студии повторяют такую вот любопытную, но хреновую ошибку Казалось бы, она маленькая, но она очень сильно отражается и на финансах, и на количестве работы, и на количестве потраченных усилий Они берут и наследуют большие компании То есть маленькая какая-нибудь местечковая студия, называется она, допустим, Пупкин Инкорпорейтед Открывается, смотрит на студию, скажем, я не знаю, Лебедева, еще кого-то И начинается, вот давайте работать так же, давайте так же критично относиться к работе, все Но дальше вот такого энтузиазистичного отношения к критике своей же работы дело не идет То есть люди начинают менить себя Стивами Джобсами, относиться скрупулезно к каждой детали Вот давайте мы эту иконочку вылежем, она нам не нравится На самом деле это не совсем правильно Так нужно подходить не к конкретным деталям, а ко всей работе Как это происходило раньше, и у многих это происходит до сих пор сейчас же с сайтами Вот мне интересно, те, кто узнает себя, поднимайте руки Что значит подобие ТЗ? Есть такой анекдот, выкладывался он, по-моему, на clientsfromhell.ru Одна короткая фраза от клиента А мы думали, что ТЗ это точка зрения И у нас их уже несколько Кто такое встречал? Все Все, да? Вот Смотрите, на самом деле клиент зачастую просто не понимает, что такое техническое задание вообще Он вообще не понимает, что сайт это техническая разработка Ну, все знают эту фразу, там сайт это бизнес инструмент, это не только креатив и так дальше Не только ценный мех, да? Но еще и 2 килограмма 25 копеечных монет в сутки На самом деле это действительно технологический процесс, для которого должно быть задание Без задания человек нормально работать не может Согласитесь, что когда у вас есть на руках, как минимум, набор прототипов Уже работать легче Даже когда есть просто вайрфреймы на бумажке Дизайн для вас уже превращается, скажем так, в книжку-раскраску для пятилетних детей Ведь так? То есть вы просто берете и рисуете по схеме Ваша задача – закомпоновать, поработать с цветом, поработать со шрифтовым решением Если же такого не происходит, то есть заказчик не дает вам хотя бы вайрфреймы прототипы То вам приходится придумывать их самим Вам приходится проводить аналитическую работу Дальше поговорим об этом чуть подробнее То есть суть такова Человек дает вам просто задание на сайт Мне нужен сайт Вы знаете, что Вася, который пришел и говорит У Пети есть сайт, у меня нет, я тоже хочу Это фигня Так работать просто нельзя Абсолютно всегда нужно выводить человека на понимание того, зачем ему этот продукт нужен Что он там уметь будет, что конкретно он будет продавать И уже исходя из этого делать техническое задание Дальше будет чуть более подробно и чуть более структурировано Итог таков Вы получаете на руки, даже не на руки, а просто на слух воспринимаете какую-то такую информацию Вот я хочу сайт, все Или я хочу набор баннеров Каких баннеров, непонятно И дизайнер работает исходя из этого Что еще бывает совершенно ужасным Бывает, что до сих пор, так же как 5-10 лет назад К вам приходит человек и говорит Я хочу вот такой продукт, как у конкурента И мне нравится вот это И вы берете, знаете, как в игрушке квест Применяете чайник на электрическую плиту Получается тоже полная ерунда Потому что этот продукт не будет новым, инновационным Хоть каким-то интересным Вы просто копируете что-то и натягиваете на него другой скин Это плохо, неправильно и конечно же ужасно Дальше Невменяемый креатив У меня был такой интересный случай на работе Одна из студий, в которых я трудился Мы взяли в работу проект Проект, в общем-то говоря, рассчитывался на определенное количество времени по работе Но мы пообещали, что мы главную страницу покажем за 10 рабочих дней Пообещали? Надо сделать Кстати, очень советую вам всегда Вот уже не раз сегодня звучало, что называйте вменяемые сроки Вот Дима Чута в своем докладе это упоминал Тоже, Женя Воронюк упоминал Обязательно называйте вменяемые сроки Причем, что значит вменяемые? Ни в коем случае не говорите Вот я сделаю за 5 дней И не рассчитывайте при этом, что вы успеете за 5 дней Если вы понимаете, что вы сделаете за 5 дней Назовите 7-8 Пусть будет с запасом Человек подождет Но если вы успеете раньше Если он относится к вам как к специалисту, с которым он хочет работать Он будет с вами работать Но если вы назовете это чуть более поздний срок А успеете, так как вы себе посчитали То человеку будет приятный сюрприз Возможно, выраженный вам в денежном эквиваленте Так вот Мы взяли в работу проект Пообещали, что за 2 рабочих недели сделаем, допустим Честно, не помню уже, 8 или 10 там было рабочих дней Начали делать Дизайнер берет это в работу Дизайнер классный Просто классный То есть умничка, пусечка, лапочка рисует просто супер Начинает рисовать Я прихожу один день, второй день Говорю, слушай, ну что там, как там Он говорит, подожди Дуракупол работа не показывает Я говорю, спасибо, мне приятно Третий день, четвертый день, пятый день В общем, в конце недели я подхожу Он говорит, слушай, во, есть Я говорю, ну показывай Он мне открывает фотошоп Там иконочка Одна Я говорю, иконка классная, супер А что это? Ну это вот иконка там входящих сообщений Я говорю, а здесь на сайте нету этой функции вообще Говорит, ну блин, ну она же классная Супер То есть у человека пошел какой-то креатив Замечательно нарисовал, но этого нету В проекте вообще И получается, что он неделю времени потратил То есть ни в коем случае не стоит пытаться креативить И я сам точно так же подхожу к работе То есть раньше я когда-то там пытался управлять проектами Вести их как проект менеджер В конце концов я вернулся к тому, с чего начинал Я начинал работать дизайнером Вернулся к этому же Мне это интереснее И сейчас в своей работе И у своих помощников, сотрудников, коллег Я стараюсь вот тот самый креатив Вылизывание деталей сейчас срубать Сразу же на корню То есть лучше структурировать работу Лучше определить, что, зачем, как, когда Вы будете делать, потратить на это больше времени, чем на отрисовку одной несчастной иконки Их вы потом успеете дорисовать То же самое, кстати, сейчас часто происходит со стартапами Я думаю, многие работают со стартапами К вам приходит человек и говорит Вот у меня есть там бюджет Допустим, у меня есть там 10 тысяч долларов Мне дали, я взял в кредит Вот тебе 5 из них и нарисуй мне логотип Ну стартап, 10 тысяч долларов в бюджет, 5 тысяч долларов в логотип Но это бред, согласитесь Пока вы ему 2 месяца рожаете этот логотип Уже 10 других человек сделали рабочие прототипы этого проекта Отнесли их инвестору и уже деньги забрали себе И все То есть не стоит ударяться действительно в креатив И даже если к вам приходит человек и говорит Вот, да, вот, на деньги делай мне Обязательно посмотрите все-таки, проанализируйте его нужды То есть не креативьте сразу Подумайте, что нужно, а что нет Дальше Костыли в бэк-энде, во фронт-энде Костыли в верстке, костыли в программировании, в движке Когда сайт делался раньше, без четкого вменяемого технического задания Так же, как сейчас работают многие Когда непонятно, что на сайте будет точно, а чего нет Возникает ужасная ситуация Вы что-то сделали и приходится допиливать То есть далеко не раз я сталкивался с ситуацией Когда делается, скажем, интернет-магазин на open-карте А потом всплывает Ну, кто из вас работал под open-карт вообще? Вот, вы знаете, что там, допустим, нет системы фильтров Вы знаете, что там есть система скидок Но нет системы фильтров И там нет загрузки товаров, допустим, в табличной форме А потом в процессе работы над проектом выясняется, что это нужно И вместо того, чтобы взять просто другую CMS-ку Начинает допиливаться это Когда наши программисты пытаются допилить что-то качественное Получается не очень хорошо Вы понимаете? То есть человек, который всю жизнь ремонтировал москвичей Берет Mercedes и пытается его улучшить Вот, или да, прорезинить Ну, в лучшем случае помоет нормально Вот, а костыль Вот запомнить это определение У программистов оно очень в ходу Костыль это исправление одной ошибки путем введения другой То есть вот этим все и заканчивается В итоге возникают страшные потери времени И сейчас даже вот определимся, почему именно они возникают Что происходит с айдентикой, с корпоративными стилями, с логотипами? Вы даете заказчику бриф Скажите, пожалуйста, кто до сих пор вообще пользуется брифами? Это ужасно, не пользуйтесь ими Объясню почему Смотрите, представим себе такую ситуацию К вам приходит заказчик и говорит, я хочу логотип Дайте мне бриф Вы идете ему навстречу, да? Молодцы, не надо Во-первых, вы думаете себе Так, бриф, мне же надо подробно все выспросить, правильно? Сейчас я ему составлю 10 вопросов Потому что если я ему напишу вот такой перечень из 50 Он наполовину не ответит Или знаете как это? Напишите свой номер телефона Nokia 3310 Написал Чем длиннее список вопросов в брифе Тем меньше вероятности, что человек на них вообще адекватно станет отвечать А чем меньше вопросов в брифе Тем меньше вероятность того, что вы вообще поймете, что ему надо Развернуто никто отвечать не станет Поэтому лучше личной встречи с клиентом Никто не придумал еще ничего на сегодняшний день Лучше встретиться лично и потратить на это время Потратить на это силы Но добиться четкого понимания Что, зачем, как и почему вы делаете И вообще в каких рамках и каких масштабах Дальше опять начинается тот же самый мега креатив Человек говорит, я хочу логотип И вы с ним уже утросли, устаканили Что должна быть какая-то такая динамика Такая компоновка Примерно такая цветовая гамма Допустим, красная с синим Потом до вас доходит, что Ну, оранжевая с синим, например Потом до вас доходит, что оранжевая с синим Это уже есть супермаркет и сельпо Значит, не кошерно, не канонично Надо взять переделать Вы начинаете переделать А человеку опять неприятный сюрприз И вам приходится убеждать Переговариваться и так далее Лучше выяснять эти вещи сразу Я веду к тому, что гораздо больше работы над проектом Проводится перед ним Чем во время технической работы То есть креатив здесь Хорош тогда, когда вы уже четко знаете И задачу, и процесс, который будет И объем работы Незнание технологий Что часто очень бывает в тех случаях Когда корпоративными стилями Начинает заниматься веб-дизайнер Скажите мне, вот люди, которые поднимали руки Поднимите еще раз, кто занимался корпоративными стилями и занимается И любит заниматься корпоративными стилями, да? Что вы знаете о полиграфии? Кто из вас успел хотя бы поработать в типографии? Прекрасно То есть вы знаете хотя бы технологии печати, да? Но поднимают руки далеко не все Рассказываю случай с тем же самым дизайнером Помните про иконочку, да? Тот же самый дизайнер берет задачу на корпоративный стиль И делает человеку шикарную визитку Сейчас будут очень громко ржать те люди Которые действительно работали в типографии Представьте себе визитку Очень красивая, безумно красивая Визуализация была вот на мокапе Тогда еще не было мокапов Это было 5 лет назад Визуализация была просто супер Серая визитка, белый шрифт Поняли, да? И желтенький логотипчик То есть темно-серый цвет фона Белый текст Желтый логотип Печатать надо чем? Шелкография Пантоны, да? То есть обязательно хорошую дизайнерскую серую бумажку взяли Напечатали и так дальше И только после того, как эту визитку нарисовали Спросили у клиента, согласен ли он потратить вот такие деньги на печать У клиента разница в цене между 35 долларами за печать И 5 долларами вызвала просто-напросто гнев и ужас Он говорит, нет, мы будем печатать полноцвет Вы представляете себе, как эта хрень выглядит в полноцвете? То есть там буквы просто вот так Так тоже делать нельзя ни в коем случае Креативить можно, но тогда, когда вы знаете, что вам можно делать, а что нельзя, ни в коем случае Именно поэтому обязательно дизайнеры Должны изучать хоть какие-то там основы верстки Хоть как-то знать, что можно, а что нельзя За что вам ноги не оторвут хотя бы И точно так же дизайнер, который занимается корпоративными стилями Должен знать вообще, что можно сделать в печати А что нельзя И в результате вы получаете лотерею С утверждением проекта Визитки помните, да? Вот оно С иконочкой вот этой вот тоже Можно заставить дизайнера перепилить Он сделает проект, который ему самому нравится не будет Будет фигня в итоге Вопрос в том, как с этим жить дальше Ну на вопрос, как жить дальше, все говорят регулярно Причем желательно еще и качественно На самом деле нужно обязательно много читать Много узнавать, много смотреть На сегодняшний день отрасль веба И я знаю, что это все звучит так, как будто я сейчас закончу доклад Но это далеко не так Дальше будет еще куча всяких подробностей На самом деле обязательно нужно много читать На сегодняшний день и отрасль веба, и отрасль печати настолько разрослись Казалось бы, полиграфия, что там печатать? Да, все те же самые четыре цвета Ни хрена Шелкография и шелкотрафарет там, понятно, там свои тонкости Но сейчас есть целая куча новых видов печати Новых печатных машин И об этом тоже стоит узнавать и читать То есть как можно выпендриться Как можно сделать классную стилистику для человека Точно так же с вебом Это уже огромная отрасль на сегодняшний день Так как раньше не было и уже никогда не будет То есть сайт не будет делаться человеком в корреле Ну не будет И за полчаса тоже делать сайт не надо Я сто раз видел компании, которые занимаются сайтами Якобы профессионально, в которых есть жесткий норматив Сайт состоит из восьми макетов, например Дизайнер из них рисует только главную И у него на это 45 минут Весь сайт в сборе стоит 800 гривен Смотрите, как делалось раньше Вот по методике работы Делался дизайн сайта, делался верстка, делался программирование После этого дай бог, чтобы сайт вообще тестировали в студии То есть проверили, как он вообще работает И на сегодняшний день многие фрилансеры даже на это забивают Вы знаете, это все равно, что страус засовывает голову в песок Но уже на него несется мужик с дубинкой Он этого не видит, потому что он старается просто не замечать Это знаете крайняя степень солипсизма Когда вот то, чего я не вижу, не существует Был такой известный анекдот На философской конференции Один философ говорит Я считаю, что то, чего я не вижу, не существует То, чего я не ощущаю сейчас Этого нету Тянется рука Ему задает вопрос другой философ Не помню, кажется, Беркли Говорит, подождите, то есть если вы сейчас не ощущаете вашу жену То, возможно, это делает кто-то другой То есть ни в коем случае нельзя закрывать глаза Нельзя бояться тестирования Наоборот, это нужно делать Да, это тяжкий процесс, но никак без этого И вот смотрите, только после тестирования сайт заполнялся контентом А контент это тестирование, умноженное в 10 раз, возведенное в кубическую степень Потому что вы знаете прекрасно Вы оттестировали проект Там у вас страничка товара на интернет-магазине Все классно Тут появился контент-менеджер И запихал описание товара на тысячу строк Все полезло, все ужасно И опять нужно править Вы предусмотрели 5-строчечный текст о компании А опять же появился секретарь, который запихал туда 20 строк Вы предусмотрели новости по 3 строчки Три штучки в колонке Появился контент-менеджер Видите, да, насколько это угрожающая персона И запихал туда по тысяче знаков каждую новость Или по две Потому что новости важны, нужны всем Все их читают Опять же, что происходит Сайт выглядит ужасно Заказчик прибегает к вам Весь в поту мыли Вы узнаете о себе много нового и интересного, конечно И вам приходится практически переделывать проект Один раз у меня был такой случай Мы сделали сайт логистической компании Прекрасно, здорово, все Логистика, грузоперевозки Нарисовали, класс Заказчик доволен Звонит, говорит Ребят, вы просто супер, молодцы, безумно красиво Только вы знаете, что основное направление нашей деятельности Это торговля зерном Опять же, это было там 7-8 лет назад Но представляете себе При этом проект переделывается А что если мы сделаем следующее Что если мы возьмем контент Который только в конце показывает наши ошибки Что если мы его возьмем отсюда И перенесем в самое начало Что если мы будем изначально знать Какой контент будет на сайте Кто из вас берет контент от заказчика До начала работы над проектом Молодцы, прекрасно Что я тут рассказываю А хорошо удается это делать? Проблем не возникает? Возникает обязательно, да? Вот смотрите, на самом деле Суть всего того, о чем я сейчас говорю Да, берите проект Берите контент перед началом работы над сайтом Берите его перед прототипами еще Обязательно посмотрите Если вам специалисты по юзабилити Дали прототипы вместо вас То есть они вам это сделали И вы только рисуете Обязательно проверьте Соответствует ли контент тому, что будет Далеко не раз в моей практике Бывали такие случаи Что это не соответствовало действительности И приходилось отправлять им Чтобы переделывали Потому что эта ошибка ляжет на вас И вы обязательно должны проводить Этап аналитики Этап исследования Что подходит, что не подходит Какие цветовые сочетания Какие шрифты можно использовать Какие нельзя Обязательно думайте о том Не зайдет ли на сайт человек с дальтонизмом Чтобы ему же видно было хорошо А то он потеряется И в военкомат не попадет Обязательно берите контент А насчет сложностей Суть всего этого в том Чтобы вы не боялись Не стоит бояться того Что заказчик отвалит Если вы с него спросите контент Да, так бывает Но если человек Не хочет предоставлять вам Какую-то информацию Не хочет предоставлять вам данные Не хочет помогать вам работать То нафига вам с ним работать Не стоит работать с ним Потому что вы намучаетесь Часто бывает так Что заказчик говорит Ну я не дам Но у меня контент будет в процессе Давайте начните рисовать сейчас Нет, не надо начинать сейчас Это спроектируйте мне сейчас Спортивную ходовую Для машины, которую я еще не купил И даже марку не знаю То есть Обязательно стоит взять контент До начала Иногда стоит сделать Прототипы рабочие Так же как вот показывал Станислав И оттестировать их Проверить как это все работает Соответствует ли оно действительности И вот только после этого Приступать к дизайну Уже как к натягиванию скина На ваш проект Именно тогда получится следующее Смотрите Вот здесь возникала огромная куча ошибок И если отсюда завернуть проект в начало Начать его исправлять Вы удваиваете время работы А стоимость проекта остается той же самой И ни в коем случае Не стоит валить эту ошибку на заказчика И на контент менеджера Которого я вот упоминал На его тестировщиков На его персонал Это ваша ошибка Наша точнее Потому что мы сами Изначально не подумали Не продумали варианты Вообще первый же вопрос Который должен задавать себе Проджект менеджер В работе над проектом Собственно всегда он должен Его себе задавать Это вопрос А что будет если Что будет если вот это Что будет если вот это И только когда ответы на все эти вопросы есть Тогда проект как-то начинает уже работать Получается что если вы переносите Эти моменты вот сюда В эту область То у вас уже работающий сайт Фактически существует Там нет движка Там только верстка Там только прототипы Вообще есть даже такая вот технология Когда собственно то Что за рубежом называется Адаптивная схема работы Схема работы В которой вы изначально Верстаете просто прототипы Уже в HTML С рабочим текстом Это хорошо для Дизайна сайтов в адаптивке Вот Тем более вы с мобилки Фактически начинаете И только после этого Вы дизайните Верстаете Программируете И потом тестируете еще раз И тогда вы минимизируете Количество рисков Вот на этих этапах То есть дизайнеру Не приходится все это перерисовывать Бедному Вам же не приходится стараться Трудиться Все это переделывать Перемалывать И лишний раз терять деньги То есть фактически Вы сэкономите Ваше время Ваши усилия А теперь скажите мне Если вы сделаете проект Один раз Пусть с мучениями В этой части Но он у вас будет работать С первой попытки Он пойдет в работу С первой попытки Он вам будет нравиться больше Чем если вы его Десять раз переделывали Ведь если вы Сто двадцать восемь Правок итераций Сделали Договорились с клиентом Уже наконец-то Фух Все выдохнули Но было сто двадцать восемь Итераций Вы устали уже от него О том чтобы выложить его На беханс У вас и речи быть не может Потому что вы его Видеть не можете То же самое происходит С идентикой Когда мы работаем С логотипами Корпоративными стилями Если сделать по уму То можно делать Брифинг и обсуждение Да, можно дать Какой-то список вопросов Человеку Просто для того Чтобы быть готовым К личной встрече с ним Вы встретитесь с заказчиком И вы уже будете знать На какую тему будет разговор В чем предмет вообще В чем суть работы Вы будете это знать И после этого Вам проще будет Общаться с ним После этого Сделайте варианты концепции И так дальше Доработаете Утвердите Но если делать так Как это делается до сих пор Опять же Здесь все равно Встает вопрос с контентом Потому что Как бы там ни казалось Что корпоративная стилистика Это вещь В которой контент А нафига вообще его брать А на самом деле нужно Вы знаете, да Что, ну там Уже разок упоминал Сегодня студию Лебедева Там все знают Тут надпись на визитках Константин Константинопольский Да Кажется, что это Длинное имя фамилия Да А как вам Шлеменбольц Сиверский Вообще Это двойная фамилия Вот ее не попробовали Вы можете Натолкнуться И так часто бывает Когда вы делаете Допустим Корпоративный стиль Для компаний Вы делаете набор визиток Часто приходится делать Вы делаете одну визитку И говорите Отдадите в типографию Они вам все там Напишут Сделают Еще для 10 человек А нет Продумайте сами Потому что попадается Человек с двойной фамилией И все приходится Перекомпоновывать И дай бог Чтобы вам это не пришлось Перекомпоновывать Уже когда визитки Готовы к печати Потому что опять Куча переписок Перезвонов И куча всего Обсуждайте сразу же Сразу же выясняйте Вообще все требования И объем работ То есть если вам говорят Надо будет сделать визиточки Конвертики И всего лишь бланки Переспросите 300 раз Не нужны ли человеку Целлофановые кульки Или нанесение на блокноты Обязательно Это нужно спросить И это нужно знать Потому что потом Вам будет очень тяжело Назвать за какой-то Вот этот вот продукт Нормальные деньги Вы будете говорить Ну ладно Там дай 20 долларов За час работы Я сделаю Но потом вы будете Сталкиваться с мучениями По переработке Обязательно возьмите Примеры контента Обязательно возьмите На визитки Все имена и фамилии Всех кто там будет Всех кому эти визитки Будут принадлежать Потому что тогда Вы будете иметь Представление о том Сколько там будет информации Обязательно Когда создаете концепции Тоже все это продумывайте Что там будет И как По поводу Доработок Вот в этом случае Их будет на самом деле Поменьше уже Вам с ними будет Гораздо проще И легче работать Утверждать проект Тоже станет гораздо легче Если вы уже Больше о нем знаете Еще один интересный момент По поводу Вообще корпоративных стилей Логотипирования Брендинга Тому подобное Помните о том Что бренд Как таковой Он начинается Не с логотипа Не с внешнего впечатления Он начинается С позиции компании То есть только тогда Когда компания Может сказать Чем она занимается И что она хочет От своих потенциальных клиентов Вот тогда Ее можно назвать брендом Действительно Тогда можно понимать Зачем она вообще нужна И только тогда Можно начинать работу Действительно С ее стилистикой После этого Можно делать логотип После этого Более ясна целевая аудитория С кем вы будете работать Как Под каким соусом И Будьте здоровы Ни в коем случае Не делайте логотип Как что-то одно Отдельно стоящий продукт Помните о том Что есть такая вещь Как визуальная идентификация Бренда И логотип Это далеко не одна вещь Которая ее идентифицирует Есть еще целая куча Визуальных идентификаторов Например Логотип Одессы Уже знают все Он всем уже дружно Приелся Допустим Но Есть еще и шрифт Который тоже узнаваем Масса компаний Делает Не только Просто там Логотип Набор элементов стиля А пропускает Через них Сквозную визуальную Идентификацию То есть например У Билайна Эти полосочки Вы все знаете Вот это вот Именно оно Обязательно подумайте Над таким моментом Чтобы логотип Который вы делаете Привязывался Вот ко всему Тогда вы сделаете Немножко больше Чем вы Может быть Обещали человеку Но Весь этот стиль Будет цельным Подумайте Над этими вещами Может быть Это какая-то Одна линия Которую Пропускаете Опять же Через весь продукт И так далее Это может быть Все что угодно Но эта вещь Должна быть узнаваемой И она должна Идти через все Через визитки Через сайт Через тот же самый Логотип Это может быть Какая-то его часть Видоизмененная Но я думаю Что о таких вещах Вам гораздо более Квалифицирован Александр Трегуб Завтра на мастер-классе Расскажет Так что приходите Александр уже Наверное там Приходите Приходите Мы рады будем Что происходит Когда мы начинаем Работать вот так Более адекватно Более структурировано Если мы изначально Заявляем Нашему клиенту Заказчику Что мы анализируем Что мы проводим Какую-то работу То проект Конечно Становится длиннее Но смотрите Одно дело Взять деньги За чисто техническую работу Совсем другое дело Взять деньги За умственную работу Потому что Работа с ним И выяснение требований И составление вообще Понимания того Что вы делаете И зачем Гораздо важнее И гораздо серьезнее И более дорогого стоит Во многих книгах Уже на сегодняшний день Пишется Что ни в коем случае Нельзя отбрасывать И сводить на нет Такую работу Как аналитика Мы с вами В конце концов Не на фриланс.ру сидим Где логотип делается За 27 русских рублей Потому что дизайнеру Не хватает на гамбургер Так работать нельзя Вы должны думать О том Что и зачем вы делаете И клиенту Вы должны Эту светлую мысль доносить И если вы допустим Уступаете человеку В деньгах То есть подвинулись Как-то сделали Небольшую скидку Туда-сюда То ни в коем случае Нельзя срезать Вот этот вот этап Я думаю Что у дизайнеров У нас дизайнеров Вообще никогда Там не возникает Мысли о том Чтобы родить Какую-то метафору И сразу человеку Сказать И сравнить На что вообще Похожа Ситуация Когда человек Говорит А не надо мне Ничего думать Вы мне просто Сразу рисуйте Ну вы знаете Да Вот Пришли в кафе Дайте мне Пожалуйста 300 грамм еды Это тоже самое И неизвестно Что вам дадут Вот Обязательно Объясняйте Это человеку У меня не так давно Тоже были переговоры С клиентом Он удивился тому Что вот Такая высокая цена На разработку Дизайна сайта Я говорю Ну на самом деле Нормальная цена Он говорит А можно мне назвать Ральную цену Я говорю А эта цена что Эфемерна Далеко нет Говорю Вполне реальная цена А за что такие деньги Вы же вряд ли Зарабатываете больше Чем столько-то денег В час Я говорю Да А ваш час же Наверное Ну Вся работа Займет Часа 3-4 Я говорю Нет Ну допустим Больше там Да Рисование Само займет Больше времени Вот Говорю А еще там Допустим Прототипы Туда-сюда Он говорит Хорошо Ну а остальные Деньги За что Я говорю А что я сейчас По вашему делаю Он говорит В скайпе сидите Я говорю Ни хрена Я с вами общаюсь Говорю Я сижу И вас убеждаю Я сижу И рассказываю вам Как надо Я сижу И объясняю вам Что вот это правильно А это нет Чтобы не дай бог У вас не получился Жуткий страшный проект Который вы побежите Через 2 дня Менять То есть Ваши переговоры С заказчиком Тоже помните об этом Это тоже Ваше рабочее время То что вы выбираете С ним в кафе Посидеть Пообщаться Все эти разговоры За жизнь Это конечно Да прекрасно Но Вы при этом Тратите ваше время Это ваше рабочее время Вы его тратите с пользой Но вы при этом Думаете Слушаете Говорите что-то Делитесь вашими знаниями И опытом И обязательно Вот это вот Тоже нужно Помнить Что это стоит денег При этом конечно же Проекты ваши Становятся длиннее Да аналитика Занимает время Но вы должны ее делать То что мы с вами делаем Мы фактически Меняем мир к лучшему Делаем его более красивым И удобным В первую очередь Это увеличивает время Работы над проектами Но они становятся лучше Хоть и дороже Условия работы Становятся намного точнее И при этом Вам уже работать легче Вы поймите Когда заказчик Просит вас о чем-то Фактически Он просит уступить Он просит вас Об одолжении Он просит вас Сделать быстрее Он просит вас Об одолжении Он просит вас Сделать так Как ему хочется А не так Как вы считаете Нужным И знаете Что нужно И правильно Он просит вас Фактически Переступить через себя И через свое Своё понимание Профессиональной этики А оно у нас С вами есть И Если вы Идете навстречу То почему Вы в конце концов Должны прислушиваться к нему и ставить его мнение выше своего вы специалисты вы знаете как это делать и вы просто должны уметь ему это объяснять суть в том что дизайнер обязательно должен научиться говорить обязательно должен научиться доносить свою мысль показывать человеку насколько он прав и в чем если вы работаете так то заказчики ваши становятся постоянными они становятся вашими друзьями это не значит вы дружите семьями домами и так далее и тому подобное или там на море вместе ходите или в кафешку это значит что он от вас просто не отстает все его дочерние проекты его развившегося благодаря вам предприятия я могу рассказать не один десяток историй успеха которые произошли там по вине меня и моих сотрудников у человека проект подрос все и он начал дочерние компании генерировать отращивать когда такое происходит он обращается к вам снова и снова это ваша работа ваши заказы ваши деньги задачи в этом случае решаются гораздо лучше работа у вас становится упорядоченный процесс у вас становится налаженным если вы приходите к такому пониманию к такой схеме работы то вы работаете действительно классно здорово слажены и у вас не возникает практически сбоев вы понимаете что проект будет сделан будет сдан в случае с такими схемами работы у вас проекты меньше подвергаются риску быть зарубленными опять же то есть уже очень редко возникает момент такой что на этапе дизайна все kill it я не заплачу вам денег идите в баню все до свидания верните предоплату а денег это действительно стоит больше